Крейсер «Аврора» с сегодняшнего дня вновь доступен для посетителей. На привычное место стоянки на Неве он прибыл две недели назад после долгой реставрации. Специалистам удалось воссоздать много утраченных деталей. Увеличенное количество экспонатов, связанных с историей российского военного флота. В том числе за счет компьютерных технологий. Репортаж Алексея Карипанова. На деревянной палубе перед открытием матросы наводят последний лоск. Новенький тиковый настил это первое, что бросается в глаза. Почти четверть древесины во время ремонта заменили на новую, чтобы наконец вступить на нее. Сегодня с самого утра здесь выстраиваются длинные очереди. Нам интересно, как он выглядит внутри. Это же корабль, с которого началась революция. Хотим увидеть своими глазами. Выстрелить может? Я шучу, конечно. Стрелять пушки, конечно, не могут, но вот вращаются свободно. Тяжело так. В общем-то, нелегко оно вращается. Во время ремонта все орудия с корабля сняли. Мелкие утраченные детали восстанавливали по архивным чертежам. Корпус «Авроры» покрыли новым слоем краски. Теперь крейсер стал на два тона темнее. Уделилось внимание всем системам, которые внутри корабля. Это живучесть, безопасность, непотопляемость корабля. Орудием, историческим макетом, плавсредств. Всем переходным мостам, сливетовым люком. Но самое главное изменение, конечно, внутри. Девять новых залов. Легендарный крейсер «Свидетель четырех войн» теперь не только и не столько музей Октябрьской революции. Скорее всего, отечественного флота. Сусимское сражение, обороны Ленинграда. Здесь же история военно-морских наград. И подробный рассказ о том, как строили такие корабли. Это приборы 19 века, которые все равно остаются на кораблях того времени. Мало того, здесь мы видим те самые новые детали. У нас очень много в музее корабелов, которые занимались кораблестроением. У них эти витрины просто не могут налюбоваться. Здесь можно заглянуть, словно в замочную скважину, и увидеть штурм Зимнего дворца, или узнать, например, чем обедали члены экипажа. Вы находитесь в кубрике, в котором в начале века проживало 50 матросов. Почему некоторые моряки отказывались от положенных им 120 граммов крепкого напитка? Голографические фигуры среди реальной кухонной утвари сами рассказывают про флотский быт. Матрос кушал очень замечательно. Такая большая миска. Неужели он что съел? Или это для того, чтобы не расплескивалось? Мы на Саверии три часа, чтобы прийти сюда и постоять, посмотреть. Не зря постояли? Не зря? Неа. А это место обычно не показывают ни журналистам, ни уж тем более туристам. Офицерский салон. По сути, большая комната для совещаний высокого флотского руководства. Так было в начале 20 века, так есть и сейчас. Во время ремонта исторические интерьеры не меняли. Деревянные панели лишь покрыли новым слоем лака и перетянули кожаную мебель. А этот инструмент – гордость экипажа «Авроры». Пианино Николая II, которая стояла на императорской яхте «Штандарт», звучит и сегодня потрясающе. Для личного состава корабль тоже стал комфортнее. Теперь здесь чаще будут появляться и будущие офицеры юным воспитанникам Нахимовского училища отвели сразу несколько классов для занятий военно-морской подготовкой. Мы скучали, смотрели, потому что место пустует. Все ее ждали с удовольствием, хотели посмотреть. В будущем для посетителей обещают еще один сюрприз – открыть медицинский блок, корабельную операционную и кабинет врача, где был первый на флоте рентгенаппарат. А это новый иконостас, часть корабельной церкви. В день Сусимского сражения по погибшим морякам на палубе будут проводить службы. Пока же свою службу несет экипаж. Почти 30 человек они вновь охраняют беспечный сон крейсера первого ранга.